Это случилось в сентябре. Шестилетняя Элина, прогуливаясь вместе со своей бабушкой, направлялась в сторону улицы Парковая. Катаясь на самокате, девочка решила самостоятельно переехать дорогу и не заметила, как ей навстречу вылетел автомобиль. Водитель, находящийся за рулем, также не увидел на дороге ребенка. Из-за выезжающего с улицы Зубеева в автомобиле БМВ он не увидел ребенка, плюс стойка загородила ему обзор. Соответственно, уже при наезде ему подала голосом, сообщила об этом его супруга. Он резко применил торможение, остановил автомашину, ребенок уже был под машиной. На место происшествия оперативно прибыла скорая медицинская помощь, а также сотрудники полиции. Они незамедлительно доставили Элину в реанимацию. Во вторую Щелковскую поликлинику маленькая Элина поступила в очень тяжелом состоянии. Ей требовалось срочное оперативное вмешательство. Счет шел на секунды. В дальнейшей транспортировке ребенок не подлежал на момент поступления из-за крайне тяжелого состояния. После проведенного хирургического лечения состояние стабилизировалось. В течение ближайших 6-8 часов после операции динамическое наблюдение было направлено на то, чтобы восстановить жизненно важные функции. После того, как врачи сделали все необходимое для того, чтобы жизни пострадавшей больше ничего не угрожало, маленькую пациентку перевели в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Сейчас Элина уже полностью поправилась. Никаких последствий того страшного дня, кроме воспоминаний, не осталось. Мы собрались здесь для того, чтобы выразить свою большую благодарность врачам, нашей полиции, за то, что они спасли, помогли моей дочери. Как ты себя сегодня чувствуешь? Хорошо. У тебя хорошее настроение? За высокий профессионализм и оперативную работу коллектив хирургического отделения наградили почетными грамотами. Важно помнить, чтобы подобных ситуаций не происходило, и водителям, и пешеходам нужно быть внимательнее. Ведь не все истории заканчиваются хорошо. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.